Привет, дорогие друзья! Мы свой рыболовный сезон во льду закончили, но вот самые такие отважные рыбаки еще продолжают ловить рыбку, то есть такой же подтаянный. Такие вот закрайки у нас. Надо быть очень-очень осторожным, чтобы выходить на лёд. А мы хотели по завершении сезона сказать пару слов о шуруповертах. То есть он у нас второй сезон отслужил. Сейчас некоторые моменты вам расскажут. Друзья, в общем, два года мы приобрели вот этот комплект, то есть шнек для шуруповерта. Шнек для шуруповерта. У нас стоит 30, диаметр у него. Ну и ножи, но стояли путемчатые. Поставили полукруглые для мокрого. Да, да. В принципе, он с теми приборки дружат. Ну и с этими как-то вроде. Более плавно показал. Мои главные приобретения – это отречный полет. На тот момент, когда мы его приобретали, он в левую маркировку об этом, то есть на ней написано об этом. Главная особенность его в том, что он заявлено выдавал в пухтящий момент до 30 минут на метр. Естественно, бесчёточный мотор. Мы его взяли. Два аккумулятора, надели комплект. И ещё зарядить. Что вам хочется сказать? Когда этот комплект приобрели, наша рубалка применялась в форме. То есть мы раньше занимаемся ручницами, по-белой разу, а так сказать, этот комплект переключился не всегда так. То есть рубалка всегда связана с поиском, приходится бурить очень много луны. Поэтому не найти его, да? И вот этот комплект как раз казалось, он не заменил. Ну и рыбалка стала намного менее, так сказать, устаёшь, в плане того, что бурить луны приходится много, да, это не право ведёт, если что-то. Безусловно, проделили уже там, это декоративно. А здесь, мы сходком весь дом и делаем, смотрим, и теперь не другое, если ещё да. Мы продолжаем, так сказать, следующее. Наверное, снимали видео, где-то у нас на одном аккумуляторе, потом мы как бы особо не кричали. Ну, естественно, ёмкости поменьше, но всё равно двумя аккумуляторами где-то, я думаю, что его метр восемьдесят сейчас открыть будет. В каждую рыбалку мы засаживаем по два аккумулятора. То есть, вы считаете, где-то метр сто восемьдесят еда в улице. За зиму, да, рыбалка пятьдесят был сделан. Вот если считать, сколько метров еда, да, если одна рыбалка сто метров восемьдесят на пятьдесят, четыре километра и, да, только за этот год с день мы их не забыли. Шелковёрт не погладил, ещё не перил, то есть, работает, как мы его приобрели, так он, в принципе, без нареканий. Обработан, второй сетон. Многих труболов допустим, да, в результате трубачивали себя, посмотрели колонию шуруповета. Многие задумываются, как он шуруповет приобретает. Мы, конечно, не сказали своё, а лично мнение мы увидели наш опыт насчёт этого китайского шуруповета. Сейчас на Алиэкспресс с маркировки вот такая, нет. Но, в принципе, продавцы, те, которые производили данные шуруповерка, с теми же параметрами, где описаны, они, как бы, продают, да, то есть, как-то, как и надпись, мёд, а вот вся маркировка, представляете. То есть, по сути, это тот же самый обэддинг. Тебе объяснить можно. Если кому интересно, ссылочки в ней оставим в описании. Это для комментариев. Смотрите, там, сколько стоит, уже там видно. Сами посмотрите, там, если цены меняются, бывает, где-то в 1-е, когда вы подписаны, там, подстречка, где-то в 1-е, все посмотрите. Но цена значительно обещается. Вы не знаете, как нанимитный шуруповет бренди, да, что-то они отрабатывают в виде. Просто напиши, какая-то, если есть такие подобные, шуруповерки, дебилки, какие-то. Сколько они у вас примерно на одном аккумуляторе были вонах, такой лёд, для сравнения. Я думаю, что этот шуруповет, если вы наступаете по своим парам, то у меня даже есть некоторые сомнения. Начинаем по поводу того, что некоторые бренди, я помню, для этого он ещё перещагали по своим возможностям. Ну, ладно, друзья, в общем, каждый, что хотели, пожалуйста, все уже так говорили. Шуруповет нам довольны. Можно его найти на «Алис-5» и смешать с того, что у меня есть вот эта надпись в «Алис-5». А мы в описании пишем, что это что-то такое, да. Вот, пабличка. Пабличка такая. С этой стороны, да. Негде-то. Ну, что-то мне интересно, да. Ссылочки найдем на шнек и на пересадную. Удинственное движение. Вот по поводу шнека, да. В принципе, тоже всё нормально, отлично работает. Но это вот естественно такой процесс. Не заходить сельсива плита, вязать с разочками. Ну, я думаю, это на всех. Что это? Если учесть салонерный объём. Всем пока. До новых встреч. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал.